В России оказался после того, как подал в суд на действия нынешней власти. А причиной того, что подал, было то, что Совет Безопасности принял решение вводить визовый режим против России и выходить из СНГ. У меня знакомых масса в России, у меня близких людей достаточно много в России. Ну как я мог после всего, что проходило, дальше терпеть? Вообще, она просто накипела, и поэтому оружия защищаться не было, и каким образом еще защищаться? Статьи писал, выступал, но это ничего не дало. Поэтому я пошел в суд, а я юрист по профессии, у меня остался единственный вариант попробовать в суд. Хотя уже на тот момент было ясно, что правового поля в Украине не существует, и этот суд закончится ничем. Но для меня он, к сожалению, ничем закончился, потому что последовали угрозы, последовали угрозы конкретных лиц моих близких. Мне ничего не оставалось для того, чтобы им сохранить жизнь, если по большому счету сохранить жизнь, уехать из Украины. Причем уехать, пока еще можно, выпускали. Ну, цены растут, я со знакомыми общался, лекарства за несколько дней в два раза выросли. Украинская гривна падает, речь идет о дефолте. Ну, сейчас вообще творится, бюджет наполняется чем? Бизнесом. А сейчас бизнесом вообще ужасные вещи творится. Мало того, что все приостановлено. Например, люди работали с Крымом, все связи прервались. Им нельзя даже не то, что поехать, а какие-то операции совершить. Бизнес весь в полной неизвестности. Ликвидировали Министерство доходов. Вместо него хотят создать налоговую таможню. Все это происходит, люди не знают, что будет происходить, чем это завершится. Естественно, они введены, не знают, как дальше с налогами. Более того, например, ликвидируют фонд занятости, центры занятости. Соответственно, непонятно, а куда деньги платить. Ты не заплатишь деньги, ты экономический преступник. Заплатишь, а неизвестно, а может это уже не тот счет. То есть вы представляете, в какой вообще сейчас ситуации все предприниматели, весь бизнес, которые в любой момент могут бы стать преступниками. Из-за вот этого бардака, который творится. Субтитры создавал DimaTorzok